Чем полезным занять детей в Будве? Да! Когда я жил один без Алены, без Доминика и без Стефани, конечно же, я не знал. Да! И особо не интересовался, так просматривал и не изучал. Ну, все приехали, и все, время пришло изучать. Хорошо! Мы уже обратили внимание на две интересные спортивно-развлекательные группы для малышей, как наш Доминик, и для Стефани, это уже Купуэра. Сегодня мы с вами посмотрим, как проходят для групп 4-7 годиков спортивно-развлекательные занятия и где. Это вот где-то, они еще называются ики-попотамы. О-о! Давай, я тебя седлю, я подлежу. Держи. Вот, да, я приняю. Я кисель, я просил. Давай, поддавай. Готов? Попитает! Ба-ба! Молодец! Следующий аркут. Готов? Ну, из плюсов, занятия идут вечером и утром, и есть, соответственно, время даже и поработать, пока дети будут заниматься чем-то полезным. Развивать себя физически, да и не только. Я слышал тренинг, у меня хорошее перейдение было, короче. Ну что, утреннее время за Домиником. Ну и, как я говорил, Стефанька у нас, где мама? Ты куда-то ее отвел, я не знаю, куда я целый день говорю, пошли, заберем ребенка. По крайней мере, спросить надо, как ей там. А папа, нет, надо выждать все часы. На час раньше, еле его уговорила. Пошли, говорю, заберем, покажем, что это, что это, где она, оставили кровинушку нашу. В общем, как вы поняли, очень интересное место, Леона очень сильно интересуется, где же, где же это. Мы выбрали школу, которая не занимается нагрузкой интеллектуальной, потому что у Стефани очень хорошо и так в течение года занимается, и по всем предметам. Еще нагружать ее летом наука разно решили, что не очень. Поэтому выбрали условно продленку, там что-то типа такого называется, белый кролик здесь в Будве. Не знаю, Будве маленькая, тут все рядом. Вот, в общем, находится рядом с центром в Будве. Обещают 6 часов. От 4 до 6 часов можно там ребенку тусоваться. Полдник, обед и разные активности. Там игры, игры в мафию, рисование, гуляние, ну вот такие штуки. Меня смущает, что там возраст с 6 до 11 лет, а Стефани уже 10. Если там придут все шестилетки, то как бы, ну, Стефания уже сразу постарше. Хотя это всего лишь мои предположения. Сейчас мы все сами спросим у Стефани, как прошел ей день, как прошел ее день, что ей понравилось, что ей не понравилось. Все узнаем, и как покормили, тоже узнаем. Мы не только все узнаем, но еще и вам расскажем, чтобы вы тоже планировали. Потому что цена, на самом деле, очень такая демократичная по сравнению со всеми активностями, что здесь есть. Всего лишь 150 евро в месяц каждый день по 6 часов. Ну, в будние дни, естественно. И 6 евро в день на питание. Там 5 евро это обед второе, и 1 евро полдник. Вот. Интересно, правда? Он бы мог привезти меня и без тебя. Мама говорит, что Доминик уже запомнил воруру, потому что мы вместе отводили. Мог бы привезти маму даже и без меня. Он сам нашел. Так, идемте, идемте. Так, белый кролик. Вот их эмблема, символ. В модных цветах 2023 года. Находятся они в подвальном помещении. Вот тут вот. Пойдемте. По лужам не бегай, Доминик. Осторожно не беги. Я в первый раз сюда показываю, потому что я в первый раз не понял, где. Надо зайти, спуститься, и вот левее вход к ним. Левее. Вот там вот. Да, здесь она. Белый кролик. Как видите, здесь очень много игр, их можно даже покупать, так подозреваю. И даже есть распродажа. Да, но мы пришли со Стефанией, и Стефания немножко пошла куда? Гулять. Не немножко. Стефания пошла гулять. Да, Стефания пошла гулять. А там тоже можно или нет? Да, спасибо. Я вам пока вот никого нету. Покажу, где именно занимаются ребята. Видите, они все гуляют. Здесь у них стол большой, здесь вот игры в мафию. Какие-то рисования. Да, что-то рисовали красками. Да, чипсики, Доминик. Едя тут чипсики, иди. Это тебе не надо, чипсики. Да, ну и сразу видно, что ребята здесь активно занимались. Здесь еще одно помещение. Видите, конструктор. Нет, здесь все вместе, они тусуются, и помладше, и постарше. Вот здесь конструкторы, здесь тоже вот они, в общем, зависают. Пойдем Стефанию искать. Пошли, Доминик. Доминик, пошли Стефаньку искать. Комната отдыха такая. Для игр, для настолок. А рядом кафе. Ну, это русскоязычное кафе полностью с русской кухней, наверное. В поиске. Не так-то просто найти. Да. Так, ну что. Видишь? Да, вон, да. Вот, в общем, на этих, рядом с этими кортами. Маленькие да удаленькие. Сейчас посмотрим. Видишь, там и подрощение есть. Так, в общем, вот сюда вот выводят на детские площадки с белого рабита. Сейчас спросим. Стефания, привет! А что делали? Ладно, расскажи, что делали. Бегали, ели, играли. А кормили вкусно? Да, вкусно. Нам давали котлету, картошку вареную. Ну, там в контейнерах такие. И салат. И очень много давали. А на полдник давали сосиску в тесте с каким-то компотом. Игры мы сами придумывали. А, мы играли в догонялки. Ещё мы искали улиток. Их мы... Женили улиток. Я тёте хотела. Я поняла. Да, рисовали. Я девочку какую-то научила рисовать. В карты какие-то играли? Да, в настолку. Какую? Как она называется? Там надо монстров собирать. Монстров собирать? Ага. Прикольно. Ну, ещё, друзья, как вы поняли, место, в принципе, интересное, но всё зависит от возраста. Наши уже девочки, которые целых 10 лет, почти 11, с 7-летками скучно. Но если у вас примерно вот в этом диапазоне возрастном, то, скорее всего, будет всем весело и интересно. Потому что, ну, видели, какая кучка детей там довольно-таки большая. Попробуем хоть... Хорошо, что хоть уговорила на пробное занятие, а не сразу оплатить весь месяц. Папа порывался сразу оплатить весь месяц. Нет, ну, хорошо, что сходили, попробовали, посмотрели. Будем смотреть что-то другое. В понедельник она идёт на капуэра. Я тоже с ней схожу, посмотрю, что там. Я уже захотела уроки тенниса. Мне что-то теннис... Это большой теннис меня потянуло, как Шарапова там, да. У-у-у-у! Посмотреть, как это будет. Ну, в общем, посмотрим, что-нибудь другое. Ну, Доминику Тигры очень нравится. Он каждый, когда знает, что будет занятие, вечером ложится спать и говорит, ну, ты же завтра меня разбудишь, я же иду на занятия. А потом приходит домой и рефлексия рассказывает, как он себя вёл, какое у него было поведение. Но я, глядя, как мы с ним вот сейчас идём по прогулке, я сомневаюсь, что он там кого-то слушал. Вот, смотри, что он вытворяет. Зачем тебе эта палка? Что это? Палка. Это палка. Так, и мы всё-таки дождёмся, что он будет полностью мокрый. Это сто процентов. Он сейчас упадёт и будет весь мокрый. Это даже к бабке не ходит. Крутика компани. Помидоры. Ой, помидоры, говорю, апельсины. Евро 75, маленькие арбузы и куча-куча всего. Это вишня уже или черешня? Это вишня, вишня 4,90, а трешня 5,90. А дыня? Дыня. Так, трешня домашняя 5,90. Вишня 4,90. Так и ты посмотри. Маленькие микродыньки по 2 евро. Но не смотри, какие они, не очень вкусные, Стефания, будут. Видишь? А, они оранжевые. Да, видишь, они оранжевые внутри. Арбузы, крюбеницы. Евро 20. Доминику Кот понравился больше всего. Он уже забыл, что хотел. 29 евро. Паттайя. Кассия. 3,50. 3,30. Персики. Нектарины тоже 3,30. Груши 3,90. 4,80. 4,45. То есть все в пределах 4 евро. Какой? С половиной. Натуральные, фермерские. Коконат. Коконат, да. Это все супернатуральные фермерские, фермерская зелень. Розмарины. Кориандры. Грибы. Супернатуральные. Так, масло надо взять. Здесь еще очень супер масло домашнее. Оно тут. 3,60. Вот. Вот надо определять по вот этим лепесточкам. Чем больше этих лепесточков... Он 40 евро стоит. Папа! За килограмм. Помидоры 2,40. Огурцы по евро 9. Клубнику тут перебирают. Я зря не посмотрела. Я думала, что надо брать целую. Вот этот лоточек, и там гнила есть. А тут можно самому выбирать. И это очень приятно, что не надо это гнилье. Собой брать. Сколько мы заплатили? 31,30. Надо внести ясность, почему 31,30. Потому что Стефания себе купила экзотический фрукт. Маракуйя 1,695 евро. И что еще? Стефанечка. А, мангустин 4,29. И масло оливковое мы купили 5,50. А не 3,50. А не 3,50, как ты говорил. Поэтому и стоимость повыше. Я-то думаю, что не могли мы фруктов набрать на 30 евро. Ну, не было там на 30. Да, поэтому где-то меньше, чем 20. Где-то и минус олива будет 15 евро на фрукты. Мы купили вишню, черешню, абрикосы. Тимьян купила абрикосы. Буду запекать очень интересным способом. Я, как всегда, рекламирую свой инстаграм, потому что рецепт там тоже выйдет. Буду запекать абрикосы с голубым сыром. Мне понадобится тимьян. Греночки сделаю. Ну, должно быть вкусно. Все, до встречи в новых видео. Пока-пока. Пока.